Здравствуйте, ребятишки! Они ждали его все утро. Братья Сафроновы впервые видят Деда Мороза, в которого еще, конечно, верят. Четырехлетнему Максиму повезло особенно. Его мечту вытянули на елке желаний. Об этом подарке ребенок грезил несколько месяцев. Вау! Какой это жос! Ну, что тебе? Вот, пожалуйста. Знаете, что это такое? Это жос! Он каждые пять минут у меня спрашивал, мама, где Деда Мороз. Когда он приедет, иди посмотри, иди позвони ему. Вертолет для Максима передал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Для этого он в очередной раз обратился к волонтерам акции «Мы вместе». Сегодня вместе они также исполнили мечты пятерых детей из Новоалтайска, Бейска и Березовки. Желания у всех разные – от квадрокоптера до мультипекаря, как и разные непростые судьбы. Любит больницу? Да. Что в больнице есть у тебя? И гуски. Угровая комната. Полтора года борьбы, четыре курса химиотерапии. И впереди еще столько же. Практически всю свою жизнь мальчик лечится от рака крови. Это было 5 июля 2019 года. Редиатор вызвала и подняла в отделение онкологии для детей. На тот момент у малыша уже было поражено 95% костного мозга. Это все страшно, это ничего не видишь, ничего не запоминаешь, потому что еще врачи говорят такие слова, которых ты раньше вообще не знал, и анализы, которые раньше тоже не знали. Лекарства, которых рассказать о них ты не можешь ничего выговорить. Сейчас это все, конечно, мы все знаем, все можем выговорить, все рассказать другим и помочь кому-то. Мы сдаем кровь постоянно, это все из вены, вены тонкие, он это держится, терпит, не плачет. На лекарства для Максима в месяц родители тратят больше 10 тысяч рублей. Еще столько же уходит на особый рацион малыша. При этом во время карантина Татьяна осталась без работы. В семье боятся занести домой новую коронавирусную инфекцию. Сегодня можно забыть про лечение. Есть вертолет, который мама и папа вряд ли смогли бы купить, но для этого есть волшебники. Вот эту вверх поднимаешь и самолетик летает. 25 января Максим поедет в Барнаул на очередной курс химиотерапии. Родители мальчика верят, что их минует рецидив и не понадобится пересадка костного мозга. Было бы только здоровье, а в остальном ребенка сделать счастливым просто. Есть вертолет, который поднимается в небо. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.